2 октября на всех объектах благоустройства, реализуемых в текущем году в Ненинском округе с привлечением федеральных средств, должны были завершиться работы. Но на сегодняшний день из шести объектов готовы только четыре. Три муниципальных образования успешно справились со своей задачей. Отстает от графика окружная столица. Вопросы благоустройства муниципалитетов в 2019 году обсудили на межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Приморско-Кольский сельсовет стал одним из первых муниципалитетов, где завершились работы по обустройству зоны отдыха в районе школьных мастерских. В прошлом году подрядчик установил скамейки, урны и освещение. В этом году уложил мягкое покрытие и обустроил тротуары к прилегающей территории. В Канинском сельсовете в рамках благоустройства установлен арт-объект «Я люблю НЕСЬ». Объект делался в два этапа. В прошлом году исполнялись заказы блоков, везли их с Архангельска. В этом году за счет проекта сделана площадка. Так как средств не очень много, у Канинского всего 914,6 субсидий, то за счет другой субсидии по благоустройству окружного бюджета, значит, еще у них будут здесь малоархитектурные формы, скамейки поставлены, урны. И кроме этого, еще по улице, приходящей к этому объекту, сейчас выкладываются железобетонные плиты. Тут же на пересечении идет дорога в аэропорт. Так что, в общем-то, место такое активное, бойкое. Но мы очень рады, что самый отдаленный у нас населенный пункт справился с задачами. За Полярным районом на благоустройство объектов Канинского и Приморско-Куйского сельсоветов было выделено более 2 миллионов рублей. Порядка 5 миллионов рублей федеральных средств направлено поселку Искателей. На благоустройство пешеходной зоны в районе домов 1 и 2 по улице Геологов. Там установлены скамейки, урны, проведено озеленение территории, обустроены пешеходные зоны, установлены ограждения. Второй объект благоустройства – детская площадка в районе Озерной-20. Здесь уложено мягкое покрытие, установлено освещение и скамейки для отдыха. Мы как раз им прикрепили из-за одной дерева, подсыпали. Там была, условно говоря, курьета проходила, она доходит до озера. Мы ее засыпали, поэтому она там хорошо выровняли, засыпали, озеленили. Самый большой объем субсидии, который составляет 71% от общего объема федеральных средств, а именно 16,9 миллионов рублей, предусмотрен для администрации Наринмара на благоустройство двух территорий. У нас идет реализация двух объектов, которые были выбраны по итогам рейтингового голосования. Контракты по объектам, ваша информация, видно, что заключены своевременно, то есть в конце мая. Сроки окончания работ были установлены 30 сентября и 1 октября. Это у нас объекты. На сегодняшний день работы не завершены. Это объекты, это территория на пересечении улицы Ненинска и Смедовича, около центра занятости и садика Семицветия, и игровая площадка на переулке Рождественский. По словам заместителя главы администрации Наринмара Андрея Бережнова, на выполнение обязательств по контракту у подрядчиков было 4 месяца, но в срок они не уложились по разным причинам. Например, компанией РИЦ, которая имеет хорошую репутацию в округе, достался сложный проект. Площадка практически готова. Остается дождаться доставки и установки малых архитектурных форм. То есть все закончено, кроме этого нужно просто установить парк. Они оказались очень длинными сроками изготовления. То есть мы отслеживаем даже сами изготовители, есть видео, и как делается, кем делается, когда. Но, к сожалению, действительно, допустим, по счетам, срок изготовления почти 3 месяца только самих парк. Поэтому сложно оказалось для проектного решения для подрядчика. Ну, что делать? То, что есть. Сложнее обстоят дела со вторым подрядчиком, который занимается устройством спортивной игровой площадки в микрорайоне «Мирный». На этой площадке, так сказать, и я, и специалисты два раза в неделю вместе с ним. То у него одного нет, то у другого нет. Но в конечном итоге, так сказать, практически домучили. Значит, сейчас идет последний этап – это укладка резинового покрытия. Там без запасов. По словам Елены Карельской, на сегодняшний день реализация регионального проекта по формированию комфортной городской среды выполнена на 67%. До 18 октября мэрия должна сдать заявки на получение субсидии. К этому времени работы на объектах должны быть завершены. У нас вообще вся субсидия идет по факту выполнения работ. Авансы, субсидия не предусмотрены. Взаимоотношения с подрядчиками – не единственная головная боль муниципалитетов. Сразу после завершения работ на объектах благоустройства добавляется новая проблема, как уберечь зоны отдыха и общественные территории от попыток вандализма.